Всем привет. Оулу, пятой подчисленности населения город Финляндия, расположенный в северо-восточной части Ботнического залива. Административный центр губернии Оулу, расположен на северо-западе страны, при впадении реки Оулуэки в Ботнический залив Балтийского моря. Основанный в 1605 году, Оулу, старейший город в Северной Финляндии. По Ореховице Кому договору 1323 года между Новгородской республикой и Шведским королевством, регион, где находится современный Оулу, вошел в состав новгородской земли. Исходя из новгородских летописей, можно предполагать, что у устья реки Оулу к середине 1370-х уже существовала торговая, или торговая рыболовецкая, селение, посад, имевшее благоприятные условия для того, чтобы стать наиболее значительным экономическим, политическим и стратегическим пунктом края. Селение это скорее всего было создано местным населением и возникло стихийно, в ходе развития местных социально-экономических отношений вряд ли было особенно велико по размерам. Река Оулу, Овла, Улё, была наиболее важной из рек Русской Приботни, связанная старинным водным путем через систему озера Пиеленин, Фин, Пейлист-Жарви, с Беломорской Карелии и с Карельским приладожьем. Именно по этой реке, и вообще по этому водному пути, русские попадали в Приботнию, и по ней, очевидно, происходили торговые отношения Приботния с Новгородом. Экономические и политические связи новгородцев с морским Приботническим побережьем и с населением других рек Приботни, также впадавших в Ботнический залив. Остальных шести рек из общего числа семи, имевшихся в крае. Проще всего было осуществлять из устья реки Оулу. В 1375 году. Согласно Новгородской 4 и Софийской Ай-летописей. По ставе Карелосемидесятская Новый Городок. Это известие, скорее всего, находится в связи с известием 1377 года в Новгородской Ай-Новгородской 4 и Софийской Ай-летописях о походе из Новгорода к новому городку на Авлено-Реце и к Немечкому. Для понимания обоих известий наибольшее значение имеет упоминаемое во втором известии конкретное географическое название, название реки Оулы. Оулы-Эки. Дополнительные указания дает Софийская летопись, сообщающая, что поход новгородцев 1377 года был совершен на океан моря на Тевролу, к новому городку на Авлено-Рецее. Под выражением океан моря здесь подразумевается Ботнический залив. Теврола, местность или река в Приботне. Скорее всего, в обоих известиях речь идет о предпринятой с шведской стороны попытке захвата приботнических земель, выразившейся в постройке в 1375 году крепости на реке Оулу вблизи ее впадения в Ботнический залив, и о русском походе для овладения новой шведской крепостью и для восстановления русской власти в Приботне. Однако остается неясным единственный раз встречающаяся в письменных источниках выражения Карелосемидесятская. В следующем году римский папа Григорий XI вмешался в конфликт. Вскоре после этого русским пришлось оставить эти земли. Однако, несмотря на фактически происшедший в 1375 году переход приботнических земель под власть в Швеции, официально эта область продолжала еще в течение длительного времени рассматриваться обоими государствами как владение Россией. Граница, установленная Ореховицекием договором 1323 году, юридически продолжала существовать еще 200 лет и почти во всех сохранившихся текстах русско-шведских договоров, 15-16 веков, 1473, 1482, 1487, 1497, 1504, 1510, 1535, 1561. 1561 годов, официально подтверждалась традиционная линия этой границы от реки Сестры. Франсис Трена, Экс Фламино Сестер. До Батнического залива. В 1590 году на острове Аулансари на месте имевшихся там укреплений был построен замок, который стал административным центром Северной Остработни. Тягзинский договор 1595 года закрепил за шведами весь район Оулу и озеро Оулуэры. Здание мэрии Оул, 1887. На почтовой карточке Финляндии, 1920. 8 апреля 1605 года шведский король Карл IX распорядился основать напротив замка поселения, а в 1610 году даровал ему статус города. В 1651 году в Оулу проживало около 400 человек, в 1682 – уже около 800. В 1612 году в Оулу открылась первая школа. В результате Великой Северной войны 1714-1721 годов большая часть финляндского княжества была оккупирована русскими войсками, и Оулу оказался на нейтральной полосе между русскими и шведскими войсками. Однако, по Нештадтскому договору 1721 года финляндское княжество снова отошло к Швеции. В результате войны население Оулу уменьшилось до примерно 400 человек. После войны город продолжал расти, в 1724 году в Топило был построен новый порт, и к 1765 году, когда Оулу были даровано право на внешнюю торговлю, его население составляло около 1400 человек. С 1776 года Оулу становится столицей Улеоборской губернии, образованной из губерния Остроботния, и резиденцией губернатора. Население возросло до 2400 человек. Более того, в конце XVIII века Оулу становится вторым по величине городом страны, с населением в 3400 человек. После столицы Турку. Во время русско-шведской войны 1808-1809 годов в Остроботнии проходили ожесточенные бои, и Оулу становятся опорной базой шведских войск. По Фредрихсганскому мирному договору 1809 года большая часть территории Финляндии, включая Остроботнию, отходят к России и становятся великим княжеством финляндским. В 1822 году в Оулу случился большой пожар, уничтоживший 330 домов из 395. В июне 1854 года, во время Крымской войны, на рейде Оулу бросила якоря английская флотилия. 5800 жителей города предпочли не оказывать сопротивления и сдались. Пополнив запасы продовольствия, англичане ограничились тем, что сожгли несколько строящихся торговых кораблей. Первый мост через Оулуики был построен в 1869 году, и теперь 6870 жителей города могли за плату пересекать реку без лодок. В 1886 году открылась железная дорога Хельсинки-Оулу. Независимая Финляндия. Гражданская война 1917-1918 годов Оулу коснулась мало, лишь в концлагере на острове Рате умерло около 90 красных, еще около 10 были убиты белыми в городе. В 1919 году, когда в Оулу проживало около 15200 человек, состоялись первые выборы в городской совет, куда были избраны 36 человек, из них 5 женщин. Во время Советско-финской войны 1939-1940 годов Оулу дважды, 1 и 21 января 1940 года, подвергался бомбардировкам советской авиации, во время которых были убиты 5 жителей уже почти 25-тысячного города. Во время Второй мировой войны в Оулу располагались обслуживающие части и штабы финских и немецких войск, причем немецкий гарнизон насчитывал до 4000 человек. В черте города располагались два концлагеря, финский и немецкий, для пленных красноармейцев, которые в частности использовались на строительстве Гасмерикоские моста на остров Хи-Йото-Сэре. Наибольшие разрушения городу принесли февральские бомбежки 1944 года. После подписания 19 сентября 1944 года мирного договора между СССР и Финляндией, в соответствии с которым финны обязались вытеснить из страны немецкие войска, немецкий гарнизон после прощального банкета мирно покинул Оулу. В дальнейшем, с началом на севере боевых действий между немецкими и финскими войсками, немцы уничтожили почти всю финскую Лапландию, включая ее столицу Рованиэми. После войны город быстро рос. В 1958 году в Оулу был открыт университет, а в 1965 году город стал на короткое время крупнейшим в Финляндии за счет присоединения окрестных земель. В 1973 году в городе был открыт первый филиал компании Nokia, а в начале 1980-х городской совет принял стратегическое решение сделать из Оулу центр высоких технологий, что и довольно успешно осуществил за последующие два десятилетия. Климат Оулу находится в зоне субарктического климата с холодной, снежной зимой и коротким и теплым летом. Среднегодовая температура составляет 2,7 с 36,9 ф Среднее количество осадков 508 миллиметров, выпадающих в основном поздним летом и осенью. Климат Янф Ф Ф Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Нояб Дек Год Средний максимум Си 7,4 6,8 1,7 4,5 12,2 17,9 20,4 17,8 11,9 5,5 0,6 4,9 5,7 Средняя температура Си 11,1 10,4 5,8 0,5 7,5 13,5 16,0 13,7 8,4 3,0 3,1 8,2 2,0 Средний минимум Си 15,4 14,7 10,1 3,4 2,8 8,8 10,1 11,4 9,5 4,9 0,3 5,9 12,1 2,0 1,8 1,2 6,0 1,2 1,2 1,2 3,2 0,3 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 7,3 1,2 1,2 1,2 1,2 3,2 жителей, из которых мужчин 48,9%, женщин 51,1%. Образование. В основанном в 1958 году в Университете Оулу имеются шесть факультетов со следующими основными направлениями обучения. Биотехнологии, информационные технологии, проблемы северных регионов и защита окружающей среды. В 2003 году в нем учились 15 829 студентов и работали 3096 преподавателей и научных работников, из них 236 профессоров. Университет прикладных наук города Оулу, основанный в 1992 году, готовит специалистов по следующим направлениям. Культура, естественные ресурсы и окружающая среда, естественные науки, социальные науки, бизнес и администрирование, социальная защита, спорт и здоровье, информационные технологии, телекоммуникации и транспорт. В Университете прикладных наук обучаются около 7700 студентов. Помимо обычных начальных и средних школ, в Оулу имеется также международная школа с преподаванием на английском языке. Достопримечательности. Музей Северной Остработни основан в 1896, в нем собраны экспонаты, относящиеся к городу Оулу и региону Северной Остработни. Городской музей искусств. Тайтома, научно-познавательный центр. Тьюркансари, музей деревянного зодчества под открытым небом. Около 10 километров от Оулу. Кэрик Кикаскас, музей и воссозданная стоянка первобытного человека. Около 35 километров от Оулу. Эскариал, ботанический зоосад. Патна Пэка, маленький курсирующий по городу экскурсионный паровозик. Городской театр. Симфонический оркестр. Кафедральный собор, построенный в 1777 году и восстановленный после пожара в 1832-1845 годах. Холидей клаб Аула Иден, аквапарк с гостиницей и рестораном. Рядом расположены пляж, кемпинг на Лекаре, спортивный комплекс на Алиспорт и пони-клуб. Города Побратимы. Россия Архангельск. Швеция Будин. Украина Одесса. Казахстан Нур-Султан. Знаменитые жители и уроженцы Оулу. Борн Самуэль Фредрик фон. 1782-1850. Государственный деятель Великого княжества Финляндского Российской империи. Венескоски, Герда, 1892-1984. Пианистка. Хельга Амели Лундаль, 1850-1914. Художница. Стольберг Карла Иуха, 1865-1952. Первый президент Финляндии, 1919-1925. Лиса Неволайнен, 1916-1987. Финская актриса. Калия Квести, 1873-1940. Президент Финляндии в 1937-1940 годах. Сарила, 1884-1951. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 1912 года. Марти Ахтисари, 1937. Президент Финляндии в 1994-2000 годах. Переехал в Уоллу в 1952 году. Закончил Оульский университет в 1959 году. Вилли Лайхиала Энн, 1973. Вокалист группы Сентонст, ныне вокалист и гитарист группы Пойзон Блэк, почетный житель города. Сусанна Пиоккио, Р. 1982. Финская фигуристка, серебряный призер чемпионата Европы 2005 года по фигурному катанию. Сири Ангеркаски, 1902-1971. Киноактриса. Лася Кукунин, игрок команды Керпит, чемпион мира по хоккею с шайбой. Сакари Юрко, 1923-2012. Финский актер театра и кино, режиссер, театральный деятель. Яни Илла Свара, игрок команды Динамо. Москва. Хоккеист, защитник. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения, и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.